Всем большой привет! Вы на канале Супер Гекты. Сегодня я хочу вам показать свои новинки в парфюмерном гардеробе. Это такие новинки, которые еще и не совсем являются новинками, то есть повторные ароматы. Всем, кому интересна такая тематика, непременно оставайтесь со мной. Ну и первый аромат, который мне бы хотелось вам показать, это тот аромат, который я приобрела на баллы ко дню рождения в магазине Риф Гош. Флакончик выглядит весьма добротно, и несмотря на всю свою лаконичность, его можно назвать красивым, поскольку оформлен он весьма интересно. Кстати говоря, дизайнер марки это Benetton, и название аромата United Dreams, Alive Free, No Dreams, No Change, United Color of Benetton. Ну я вам так зачитала немного. Красивый флакон, еще раз повторюсь, и на крышке находится эмблема. Мне понравился именно сам флакон, не могу я этого отрицать. И да, обратите внимание, еще на крышечке, именно на крышке, находится у нас ленточка. Для меня это флакон дорогого сегмента, чуть ли даже не ниши, именно благодаря своей лаконичности. Ну а теперь давайте же непосредственно об аромате. Аромат, разумеется, хорош. Несомненно, хорош, иначе бы я его не выбрала, очевидно. Итак, давайте начнем с того, как же я его выбирала. Дело в том, что у Benetton есть, естественно, и другие ароматы. Потестила я два других, один был персиковым в флаконе, а другой в каком-то розоватом. И тот и другой понравились. Но чего-то в них не хватало, что-то вот они не дотягивали. То есть вначале было приятно, а потом через какое-то время что-то да не то становилось. Хотя опять же, я лично хочу еще раз вернуться к персиковому, еще раз его попробовать. И, возможно, даже приобрету, поскольку цена невысока. Хотя, хочу сказать, что несмотря на его невысокую цену, я не могу сказать, что это прям совсем дешевый аромат. Отнюдь. Дешевым я его назвать не могу. Да, средний сегмент, но не дешевый точно. Ну, по аромату, разумеется. Так, у меня как вот произошло с ним знакомство. Муж взял именно... Он вообще любит зеленые цвета. Поэтому из всех я выбирала персиковый и розовый, а он взял и зеленый. Попробовала, значит, распрыскал в воздухе. И я поразилась. В магазине я услышала явно нотки молекулы. Второй или первый, я точно не помню. Ну, я ее тестила, носила. Мне так нравилось. И вот тут я услышала эти ноты. Я была поражена. Как у такого по цене дешевого аромата может быть такой запах? И в итоге, я говорю, слушай, все, берем. Ну, это же супер просто. Я его разнашивала несколько раз. И действительно, на мне он раскрывается как молекула по аромату. Я удивлена. Потому что с флакона он пахнет иначе. Так, давайте же начнем описывать ароматы с флакона. Вот именно, да, сейчас я вдыхаю. Такой приятный ароматец. Для меня это деревяшки и зеленый чай. Именно с флакона. Также здесь присутствует такая пудрово-бумажная нотка. Ну, это все. В основном это зелень, в общем-то, да. Зелень в лесу, зеленый чай, кедр и так далее. Ну, все, что я вам описала ранее. Теперь давайте-ка мы заглянем на фрагрантику. И я вам скажу, какие находятся здесь нотки. Итак, верхние ноты данного аромата. Это зеленое яблоко, чай, юзу и бергамот. Да, бергамот я здесь различаю, безусловно. Зеленое яблоко и чай, видимо, дают аромат именно зеленого чая. Средние ноты апельсиновый цвет, кардамон и цикламен. Ну и базовые ноты это амбра, мускус и белый кедр. Как, в принципе, я вам и сказала. Да, я его ощущаю. Что касается ароматов, да, цикламен, у нас такой цветочек, апельсинный цвет. То есть в середине у нас проскальзывает именно уже цветение. Да, так и есть. Аромат начально раскрывается именно такими зелеными нотами, зеленым чаем. А затем проявляется мягкая цветочность. И, конечно же, все это завершается именно кедром, деревяшечками. И да, немного проскальзывает аромат амбры, но совсем чуть-чуть. Именно вот эти вот конечные ноты на мне и дают именно аромат молекулы. Я просто захожу в гардеробную, беру свои вещи и чувствую этот аромат именно как аромат молекулы. Мне это, конечно же, очень нравится. Аромат, я вам скажу, унисексовый. Да, его может носить мужчина, в принципе, может. Но я стала его одевать на своего ребенка, которому 10 лет. И что я вам хочу сказать, вот именно для мальчика 10 лет этот аромат идеален. И что характерно, на нем он раскрывается иначе. Именно на сыне я чувствую зеленые ноты и вот эту вот пудровость. Пудровость, уходящая больше в бумажные какие-то ноты, такие суховатые. И на нем действительно звучит очень интересно, дорого. То есть получается, что ребенок как будто бы пользуется дорогим ароматом. Причем на нем его женским назвать никак нельзя. Однозначно. То есть даже не унисексовый, а вот... Вот я не знаю, вот действительно, вот как будто бы, когда он его одевает, у меня такое ощущение, что его создавали именно для мальчиков этого возраста. Ну, там, я думаю, до 12 лет тоже не обязательно. Там ровно 10 и не другое, да. Естественно, можно и пораньше, и чуть-чуть попозже. Но, например, на 15 лет, мне кажется, уже будет как-то по-другому звучать. Но именно вот на этот возраст, этот нежный детский возраст, звучит просто прекрасно. Это и аромат чистоты одновременно, и аромат дороговизны, и прохлады, и теплоты. То есть аромат очень интересный. Что касается стойкости, она, я вам скажу, неплохая. Совсем неплохая. У меня на одежде лично до недели сохраняется. Ну, на коже, конечно, чуть меньше. Я даже не могу вам точно сказать, ибо не засекала. Но на одежде сохраняется реально долго. Какой бы образ прописала я этому аромату? Если рассматривать его на ребенке, то для меня это образ школьника. Именно школьника. Не знаю, школьник, пришедший в школу, сидящий на уроках и так далее. Вот, да, у меня такая ассоциация с этим ароматом. Возможно, просто потому, что я стала его одевать на сына. Если брать в расчет девушку. Я думаю, что это такой несколько даже спортивный аромат, на мой взгляд. То есть, или офисный, но в меру. Потому что ему можно переборщить, в принципе. В меру, да, пойдет на офис. Но не деловой. Он просто спокойный. Никого не удушающий, не убивающий, как говорится. И ни у кого от него голова не заболит. Даже, может, пройдет. Да, ну, почему бы нет. Ну, это такой аромат доктор, может быть. Где-то так я тоже его вижу. Берите, советую. И присмотритесь другим ароматом. Тоже советую. Вот от Беннеттон очень даже интересные есть там запахи. И, кроме того, мне вот написали в инстаграм, что они продаются еще в подружке. Да, они продаются в подружке. Да, они продаются еще в Магнит Косметик. Можете зайти туда, там потесить. Может быть, там будет даже выгоднее еще приобрести. Ну, ладно. Переходим к следующим ароматам. Ле Пакинзо. Классическая версия. Туалетная вода. Этот аромат, аромат ностальгия. И когда-то он был у меня, был мне подарен. Поэтому я решила возобновить в своей памяти, освежить снова эту приятную классическую красоту. Уже сама упаковка говорит о том, что в ней находится чудесный, женственный, чистый, хрустальный аромат. Ну, а флакон – это просто сама красота. Обратите внимание, на что он похож. Конечно же, он похож на льдинку. Он такой же формы и такой же прозрачный. И кажется, что это именно холодный кусочек, который вот-вот растает на солнце. Теперь давайте же о самом аромате. Аромат достойный внимания однозначно. Да, назвать его классикой можно, особенно если учесть, как давно он был произведен. Он действительно существует очень и очень долго. И по-прежнему любим многими. И ничего в этом удивительного нет. Что я вам хочу сказать. Этот аромат для меня, я сейчас попробую для вас как-то от себя разложить на ноты. Первые ноты – это прохладная свежесть. Арбузно-огурцовая, так я ощущаю. Также присутствует немного цитрусов. И буквально минуточек через пять появляются цветочные мотивы. Это лотос, несомненно, белый лотос. И какая-то перечная нотка. Вот лотос, перечная нотка, я хорошо их ощущаю. Они, естественно, прекрасно звучат все вместе, эти ноты. Как вы можете догадаться, именно свежие ноты и легкие цветочные, плюс еще приперченные слегка, они, конечно же, вызывают только призень. И они, несомненно, красивые. И они, несомненно, при этом еще и необычные. И, в конце концов, аромат, в принципе, для меня и остается на этих нотах. Но эти ноты, несомненно, прекрасные. Это аромат чистоты, хрустальности, женственности, всепоглощающей женственности. И даже свободы. Это тогда, когда вы, допустим, идете в жару, да, и уже прям настолько жарко, что дышать нечем. И тут, смотрите, недалеко находится какой-то шикарный пруд. И тут совершенно другая атмосфера. Вы подходите к нему и полной грудью вдыхаете этот свежий, роскошный аромат, который наполнен цветочной негой этих белых цветов лотоса. Вы вдыхаете, и одновременно, получая вот этот глоток свежего водного воздуха, вы еще и получаете, несомненно, удовольствие от аромата этих цветов. И какая-то небольшая перчинка тоже присутствует в этом воздухе. Вокруг красота, тишь, и у вас просто нереально гармоничное настроение при этом возникает. Все хорошо, все прекрасно. И, предположим, на вас, как нельзя, кстати, белые одежды. Пусть это будут белые легкие брючки с какой-то легкой рубашкой белой сверху, либо это белая платьица. Вот такой для меня это аромат. А теперь давайте я посмотрю, опять же, нотки на фрагрантике. Назову вам их. Верхние ноты. Зеленая сирень, мандарин, тростник и мята. Мята. Действительно, есть мята. Ноты сердца. Фиалка, перец, водяная лилия, белый персик. Да, лилия водяная. Белый персик. Амарилис и роза. Ноты базы, ваниль и кедр. Действительно, есть какие-то ванильные нотки, но они настолько слабые, что их трудно заметить. Что касается стойкости. Даже на коже этот аромат лично у меня стойк. Ну, а на одежде сохраняется где-то до двух дней. Не до недели, конечно. Но до двух дней, да, держится. Вообще, он настолько невесомый, настолько легкий и при этом весьма заметный, что, конечно же, нельзя сказать, что он будет долго сохраняться. Это же не восточный аромат. Да и плюс туалетная версия о себе тоже дает знать. Ну, а его время года, как вы можете догадаться, это, конечно, лето. Это, конечно, весна. Та весна, когда уже она больше похожа на лето. Еще один аромат, который вы, конечно же, знаете, я приобрела буквально недавно. Это у нас Сальвадоро Дали и его аромат Лагуна. Это тоже у меня аромат ностальгии. Аромат из детства. Да, я его безумно люблю. Его также можно назвать свежим. И он, разумеется, подойдет на весну. Вот на лето я его не вижу. На весну вижу. И мне кажется, что именно весна его время. И еще хочу отметить заранее, да, сказать вам, что этому аромату подходит именно такая дождливая погода. Именно тогда он раскрывается особенно красиво. И правильно я бы так сказала. Как вы уже знаете, он у меня в варианте ручки. И это на самом деле должен быть флакон в виде носика и губок. Матовый. И при этом такого же вот зеленого цвета. Красивого. Который, несомненно, тоже характеризует данный аромат. Ой, какой же это красивенный аромат. Как же он красив. В нем одновременно сочетается и сладость, и такая хвойность. Хвойная сладость. И это аромат морского бриза. И разогретого на солнце песка. Это что-то. Какой он красивый. И для меня одновременно это аромат гармонии, подходящий именно для спокойной атмосферы дома. То есть тогда, когда вам хочется уютно посидеть, попить чаю, при этом вы находитесь в каком-то своем домашнем халатике, в чем-то домашнем, и сидите там, не знаю, наслаждаетесь, читаете книгу или фильм смотрите. Этот аромат тоже подходит именно под такое состояние. Также я описывала, что мне кажется, этот аромат подойдет, допустим, ну не знаю, после бурной ночи вы встали, одели его рубашку белого цвета, пошли себе заварили кофе, пьете, наслаждаетесь и получаете полный кайф от жизни. Также это прибрежный аромат, то есть аромат, когда вы находитесь на раскаленном песке, который уже начинает остывать, и он не настолько горячий, что вы не можете на нем находиться, он начинает остывать, это уже близится, вероятно, закат, плеск волн рядом. Красота одним словом. Это один из немногих ароматов, который сложно лично мне разложить на какие-то, вот прям совсем все конкретные нотки. Сейчас я попробую угадать хоть что-то для себя, ну как угадать, почувствовать. Дело не в том, что угадал или нет. Ну, я думаю, что здесь есть какие-то фрукты, может быть это персик. Ну и все. Как-то кроме персика я сейчас ничего не ощущаю, но это начальные ноты. Так, пробивается какая-то вот нота именно такая холодная, прохладная и свежая одновременно. Что-то вроде действительно какого-то огурчика. Мне кажется, чувствует цикламен. Какая-то терпость присутствует у аромата, и мне кажется, я бы даже здесь где-то могла бы разглядеть розу, вроде как она здесь есть. Я, наверное, как-то странно изъясняюсь, да, в данный момент. Так, облепиху чувствую, не поверите. Но это все вот раскрывается на моей коже. Да, вот как-то на моей коже, прям конкретно сейчас, в течение вот этих нескольких секунд, даже, я не знаю, минуту, может где-то прошла, я чувствую сплошную сладость в основном. Ну, теперь давайте я все-таки вас проведу по нотам. Итак, верхние ноты это у нас марокканский лимон, ананас, слива, гальбану, мандарин, персик, вот его ощущаю, грейпфрут и малина. Вот знаете, вот что-что, а малину я в этом аромате, ну, никогда не ощущала, я даже не верю, что это про этот аромат вообще, собственно говоря. Ноты сердца, итальянский ирис, жасмин, египетская роза, я же почувствовала розу, ландыш и палисандр. Ноты базы, тонко-бобы, амбра, почули, кокос, мускус, ваниль, кедр и мадагаскарский сандал. Сандал, несомненно, ощущается, амбра, ну, так, в легких дозах, хорошо и четко, ощущаю кокос. Вот я все принюхивалась, никак не могла понять, чего же ощущаю, это же кокос. Да, здесь хорошо слышен кокос. Богатый аромат, очень богатый, здесь действительно много ноток, сейчас я вам даже их вот прям покажу. Смотрите, как здесь много ноток, это что-то. Вы знаете, сказать вам, что я его советую, ничего не сказать. Я вам просто настоятельно рекомендую его потестить. Аромат необыкновенный. Хотя, хочу отметить, что моему мужу почему-то он совсем не нравится. Я, честно говоря, не могу понять, почему, но, да, на вкус и цвет товарища нет. А впрочем, у меня муж капризный в ароматах, так что ничего удивительного. Ну и последний аромат, который мне как раз-таки подарил муж на 8 марта, это аромат от Dolce & Gabbana Intense. Вы знаете, это первый аромат именно этого парфюмерного дома у меня, так что где-то даже муж, вероятно, подгадал. И это такое хорошее знакомство, я вам скажу, потому что аромат мне очень даже сильно приглянулся. Ну, начнем с того, что у аромата бархатная коробочка. Это бархат, она мягкая, приятная. Здесь такие золотистые буковки. Ну, одна коробочка уже чего стоит. Флакончик тоже очень красивый. И, кстати говоря, он сделан грамотно. Его достаточно тяжело подделать, на самом деле, чтобы это было незаметно. Смотрите, такое толстое малиновое стекло. Оно прям красиво так сверкает внутри своими гранями, будто бы это драгоценный камень. И еще мне очень нравится, под крышечкой находится такой золотой пьедестал. Он выглядит действительно здорово. И, опять же, несмотря на всю лаконичность, флакон воистину красив. Этот аромат не похож на все предыдущие, которые я вам показывала. Это совершенно другой сегмент запахов именно. Ну, и плюс ценовой сегмент тоже другой. Конечно же, аромат достаточно дорогой. Именно литраж 50 мл на данный момент стоит от 5000 рублей и выше. Давайте же о запахе. Начну с того, что когда мы смотрим на этот флакон и на эту коробочку, впечатление складывается, что это восточный аромат. Аромат, который предназначен для холодного времени года. Это осень, это зима. Но на деле оказалось совсем не так. Когда я его получила, у нас за окном еще была, в общем-то, такая холодная весна, которая больше была похожа на конец зимы. Или вот такое начало зимы, когда конец осени, уже практически зима наступает. То есть было достаточно холодно. Одевая этот аромат, я его не ощущала. Нет, ну дома я его ощущала. А выходила на улицу, и вот и нет аромата, прячется и все. И ничего не поделать. И как-то меня это подрастроило. Но я думаю, ведь если он раскрывается дома, значит он любит тепло. Значит это вовсе аромат не на холодное время года, а на теплое. А с учетом того, что в квартире, когда вы находитесь у вас тепло, но при этом нет ветерка, то аромат, он просто сидит облачком возле вас. Я поняла, что этому аромату еще нужен воздух, теплый, теплый воздух. Так оно и оказалось. Как только потеплело, я одела этот аромат и ходила, наслаждалась его красотой. Так чем же он для меня пахнет? Поскольку я уже забрызгала все свои руки, то вот у меня будет такой маленький ассистент мне помогать. Самых первых нот нет никакого спирта. Наверное, странно смотрится, когда я не хую Мишку, да? Это такие прям сладкие-сладкие ноты. Пралине, тирамису. Да, конфетная сладость, шоколадные конфеты. Просто кайф. Трюфель шоколадный, даже карамель такая, знаете, густая. И вы представляете, как эта красота раскрывается в теплом помещении или при теплой погоде? Ну, это что-то. Несмотря на то, что, да, казалось бы, что это простая сладость, его нельзя назвать каким-то там притерным, сладким, дешманским. Наоборот, эта сладость, она умудряется как-то быть дорогой по звучанию. Когда я его на себя одеваю, я чувствую себя королевой. Я чувствую, что я в дорогом аромате. И даже не важно, что она мне в данный момент одета. Все равно, знаете, автоматически вот так вот задираешь как-то подбородок и чувствуешь себя крутой. Ну, а если при этом еще что-то одето довольно качественное, то это как бы еще больше подчеркивает этот статус. Буквально там чуть позже в аромат врезаются такие ноты, как деревяшки. К этой сладости. Деревяшки и сладость – это, несомненно, что-то дорогое, красивое, интересное. Да, здесь присутствует еще какая-то цветочность, возможно, это какие-то белые цветы именно. То есть они не ярко выраженные, а они тонкими такими легкими мотивами присутствуют. Какой же это красивый аромат. Ну, вот я вам еще раз скажу, что именно в теплую погоду он действительно шикарно раскрывается. Я прочла отзывы, и многие писали, ну что такое аромат дорогущий, аромат классный. Но почему я его не слышу? Ношу зимой и не слышу. Ну, потому что носите зимой. Носить надо его в теплое время года. Летом я, конечно, вам точно не порекомендую в нем выходить, но вот весной, даже теплой весной, только в путь. Обожаю этот аромат. Я в него просто влюблена. Причем, хочу сказать, как только начинаешь его носить, из него вылазить просто не хочется. Ну, не хочется. Настолько он хороший, уютный, при том, при всем еще. Добрый. Вот, кстати, действительно, этот аромат, он навевает на какую-то вот доброту. Вот прям хочется быть прям супер-мега-добрый. Я так, конечно, не злая, но когда его носит, то прям, ну совсем какой-то вот он мягкость, пушистость навевает. Чудесный аромат. Спасибо моему мужу за такой прекрасный подарок. Вот, теперь давайте я вам скажу нотки. Я здесь, похоже, чувствую даже больше, чем здесь есть. Кстати говоря, аромат представляет Летиция Каста. И представлен он всего в двух литражах. 50 и 100 миллилитров. В парфюмированной версии. Давайте вот так прям даже зачитаю. Свежий начал аромата составлен из аккордов зеленого мандарина и Нероли. Хочу вам сказать, что мандарин и Нероли это свежий аромат, но никакой свежести я здесь не ощущаю. Тем более зеленый мандарин, наверное, это что-то совсем такое. Ну, понимаете, да, такой свежий зеленый аромат. Ничего подобного. Сразу сладость я ощущаю. Поэтому такое впечатление, что нас где-то обманывают. Далее. Да и Нероли тоже, да. Как вы знаете, Нероли у нас цитрусовый такой все-таки аромат. Горьковато. Цитрусовый его я тоже тут ни в коей мере не ощущаю. Сердце благоухает белыми цветами, туберозой и апельсиновым цветом. Да. Белые цветы, да. Шлейф и сандал сочетаются с сладкой пудровой нотой маршмеллоу. Да, маршмеллоу. Я из сладостей все назвала, кроме маршмеллоу. Ну, дело в том, что... Что я вам хочу сказать? Маршмеллоу, как бы, аромат не такой яркий, насыщенно-сладкий. Вот, чтобы прям его сильно отличать, да, различать там и говорить, вот это пахнет маршмеллоу. Нет, вряд ли. А вот. А скорее тут все-таки такие, как я вам уже говорила, сладости не совсем легкие. Здесь более такие густые сладости, приятные. Я не могу сказать вот прям сто процентов, что здесь только вот, допустим, маршмеллоу вовсе нет. Как я вам назвала, то, что я ощущала, там даже вплоть до карамельных ноток, все это есть, да, все это ощущаю. Почему их тут так мало, мне непонятно. Сандал, несомненно, тоже присутствует. Кстати, стойкость данного аромата, она, ну, такая в меру, неделями на одежде не держится однозначно, могу вам сказать. Но дней пять точно держится. На коже довольно неплохо, до суток. Ну вот, так пополнился мой парфюмерный гардероб. Я очень счастлива и рада всем моим новым ароматам. Я надеюсь, данный ролик вам понравился и, конечно же, был полезен. Если это так, то обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok